Всем привет! Меня зовут Инесса. Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я вам покажу самые модные Буркини 2020 года. Если вам интересно, то оставайтесь со мной до конца. Итак, перед тем, как начать говорить про модные тенденции на Буркини, я бы хотела немножко поговорить о том, что вообще такое Буркини. Буркини произошло от слова «бурка» и слова «бикини». Получается, «бурка» — это считается одеяло, которое покрывает полностью человека, мужчину, либо же женщину. Это слово во многих странах, во многих культурах вы можете встретить, слово «бурка». Ну и слово «бикини» мы все, конечно же, знаем, поэтому слово «бурка» и «бикини» они сошлись вместе и получилось слово «буркини». Буркини — это мусульманский плавательный костюм. Состоит он из 100% полиэстера и создала его женщина ливанского происхождения, которая живет в Австралии. Зовут ее Ахеда Занетти. Первоначально женщина решила создавать спортивные костюмы, так как для ее племянницы нечего было одевать в Австралии, играть в баскетбол. В меньшем этот спортивный костюм немножко трансформировался и превратился он в плавательный женский костюм. И называется он «буркини». Женщина создавала его полностью по правилам и канонам шариата, то, что он закрывает практически абсолютно все части тела. Состоит он из двух вещей. Это будут брючки и длинная туника. На тунике уже заранее пришит капюшон. Называется он «Амирка». Сейчас уже очень много людей создают этот буркини, и вы можете встретить его в буркини разного производства из разных стран мира. Это может быть и Китай, и Турция, и Россия, и Киргызстан, и, конечно же, европейское производство тоже. Но что хотела бы сказать, то, что в России очень много мусульманок создали свое производство, где все это отшивается в России, в Дагестане, в Чечне, в общем, в таких вот маленьких кавказских республик. И поэтому немножко буркини эволюционировала. Оно состоит не только из двух вещей, оно уже состоит из четырех вещей. Это будут штанишки, это будет туничка, где-то носочки прилагаются, и под капюшон, под «Амирку» одевается специальная плавательная шапочка Бонни. В общем, создала его одна женщина, а многие-многие люди уже его переделали под себя и усовершенствовали. Поэтому у буркини может быть абсолютно разной расцветки, от самых светлых до самых темных. Конечно же, многие думают, что в светлых буркини может быть что-то там просвечиваться. На самом деле, я считаю, что это не может быть правдой, так не просвечивающийся полиэстер. Поэтому я считаю, что буркини реально не может просвечиваться. Но при этом очень многие женщины отдают предпочтение темным расцветкам, а именно это черный, синий, фиолетовый, бордовый. Поэтому буркини вы можете выбирать по своему цветотипу, по своему учету, какое вы хотите. При этом дизайн буркини может быть точно так же, какой вы хотите. Это может быть однотипный, однотонный костюм, либо же он может быть узорчатый, он может быть с рюшами, он может быть с пайетками, он может быть со всевозможными вставками, он может быть с другой интересной отделкой. В общем, что хочу сказать, то что из сезона в сезон Буркини очень сильно эволюционирует в плане дизайна, он становится все краше, все интереснее, все моднее. Я думаю, что любой покрытой девушке, да и не только покрытой девушке, понравится разнообразие этого костюма. Ахеда Зенетти, женщина, которую создала Буркини, она ни в коем случае не хотела отделить, хотела обидеть другие религии тем, что она создала этот костюм для мусульманок. И она говорит, это не только костюм для мусульманок, это вообще костюм для всех женщин, которые хотят плавать, они хотят быть ущемленены. Так как до Буркини, до 2004 года люди плавали в длинных сорочках, в каких-то длинных платьях, и это все липнет к ногам, это все неудобно. Поэтому Буркини это отличный способ решения многих проблем не только для мусульманок, которые хотят покрыть свое тело, а также для людей, которые страдают аллергией от солнца, у людей, у которых рак кожи. Либо же кто-то склонен настолько сильно к полноте, что настолько безобразный целлюлит, и люди хотят просто закрыть это все и выглядеть красиво и модно на пляже. Поэтому я думаю, что Буркини это реально отличный способ для многих женщин решить их проблемы. Поэтому Буркини вы можете выбирать той длины, которой вы хотите. Конечно же стандартная длина это идет до щеколотки, брючки и ниже колена туничка. И это все будет с длинным рукавом. Но конечно есть и другие модели, это будет как капри, как бридж ниже колена, либо же это будет длинная маечка с рукавом 3 четверти. Поэтому в магазинах вы можете выбрать очень-очень много моделей, которые подойдут именно для вас. Сейчас в инстаграме очень-очень много интернет-магазинов для мусульманок. При этом очень много также интернет-магазинов, где продают Буркини. Что вам нужно сделать? Это просто надо вбить хэштег и написать слово Буркини на русском, либо же на английском. И вы найдете очень много магазинов, которые продают именно Буркини. Они делают доставку по всему миру. Поэтому я думаю, если вы настолько сильно хотите Буркини, то вы можете его приобрести, несмотря на все удаленные уголки мира, где бы вы не проживали. Также бы хотела сказать, что цена Буркини идет от 3500 рублей до 6500 рублей. Эта цена достаточно устойчивая. Она не колеблется от доллара. Это я вам честно говорю, потому что на Буркини, я смотрю очень давно, даже в 2013 году я планировала приобретать Буркини для себя в Дубае. И цена на тот момент составляла 100 долларов. Но если перевести тот курс доллара на этот доллар, то это будет 50 долларов. Поэтому я думаю, что Буркини всегда цена будет составлять от 50 долларов до 100 долларов. Что бы хотела сказать, для женщин, которые владеют швейной машинкой, вы точно так же можете отшить для себя Буркини. Да-да, не пугайтесь. Вы можете пойти на базар, купить 100% полиэстер. Это такая вот, знаете, эластичная трикотажная ткань, которую девочки приобретают для гимнастических костюмов, для гимнастических купальников. И вы можете из вот этого материала отшить для себя Буркини. Если вы думаете, что это будет настолько трудоемко, я могу вас убедить, что не так это будет и сложно. Вы можете выкроить штаны по любой технике, по любым лекалам. У меня есть программа Любокс, по которой вы можете построить штанишки и отшить для себя на любой размер. У Любоксу построение плечевых изделий вы можете точно так же построить для себя выкройку лекала и просто их удлинить до длины туники. Еще бы хотела бы сказать, если вы не хотите ничего строить, вы не хотите заниматься конструированием, делать для себя какую-то индивидуальную лекала, индивидуальную выкройку, тогда я вам советую еще проще взять вашу любимую одежду, положить на ткань, обвести это все, выкроить, дать припуски на швы и шейте себе в удовольствие. Я думаю, что ваш Буркини будет абсолютно ничем отличаться от магазинного Буркини. Поэтому пробуйте, экспериментируйте, создавайте для себя индивидуальный дизайн и индивидуальную Буркини. Также бы немножко хотела бы сказать, несмотря на то, что мы сейчас живем в 21 веке, наш мир настолько стал ультра-современным, и мы принимаем абсолютно всех людей такими, какие они есть, и мы всегда кричим с таким вот лозунгом, что нельзя ущемлять права человека. Но я хотела бы сказать то, что в Европе для мусульманок, которые носят Буркини, есть очень строгие правила. Если они выходят на лазурный берег Франции, то вы должны заплатить 38 евро штраф за то, что вы носите Буркини. И хотела бы сказать то, что есть такой один алжирский бизнесмен, его зовут Рашид Никас. Этот бизнесмен заплатил 232 тысячи евро за штрафы, когда мусульманки выходили на берег плавать. Все так произошло, потому что Франция, они просто запретили женщинам в Буркини появляться на пляже. А он сказал в интервью и многим журналистам то, что пусть женщины плавают в Буркини, и я за них буду платить. И из его фонда ушла вот такая вот большая сумма на погашение этих налогов. История этого случая была в 2016 году. Поэтому я бы хотела бы сказать то, что насколько же нужно с уважением относиться к разным людям и к разным слоям общества, не ущемляя их прав. И реально нужно давать людям их свободу слова и свободу выражения, как бы им хотелось бы одеваться. Поэтому надеюсь, что вам это видео понравилось. Вы вязали очень много интересной информации для себя из этого видео. Если это так, то поддержите меня лайком, пишите мне ваши комментарии, мне будет очень приятно вас почитать. Также бы хотела сказать то, что на моем канале есть отдельный плейлист про восток и про мусульманскую одежду. Тонкости и хитрости для мусульманок. Также есть у меня очень много других видео, как интересно повязать платки. Поэтому надеюсь, что вам мой канал понравится. И вы подпишетесь на него и останетесь со мной на очень долгое время. Всем я вам желаю хорошего настроения, всего самого лучшего. И всем пока-пока! Пока!